В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции наших бойцов. Используют в том числе и крупнокалиберные минометы. Всего сегодня зафиксировали 18 обстрелов. С начала апрельского перемирия это пока наименьшее количество атак. Подробнее наши корреспонденты. Солнечные предпасхальные дни на передовой под Авдеевкой сменились дождливыми. Передвигаться на позициях крайне сложно. Офицер с позаным Хама радуется. Прятаться бойцам теперь приходится не от вражеских пулей снарядов, а от дождя, по крайней мере, последние сутки. На такие проверки наши бойцы уже не реагируют. С начала интенсивных зимне-весенних боев ребятам пришлось пережить не один массированный вражеский артиллерийский обстрел. Территория после взрывов усеяна воронками. Этот крест на позиции появился в честь павших побратимов. В 2015-м во время обстрела боевиков здесь погибли сразу 8 наших бойцов. Вражеские снаряды и мины летели сюда даже во время первоапрельского перемирия. Такая тишина – редкость на этих позициях. На некоторых участках до противника не более сотни метров, а до пригорода оккупированного Донецка всего 2 километра. Из наших окопов его видно невооруженным глазом. Павел показывает хвостовик от вражеской мины. В ночь на Пасху она прилетела со стороны бывшего аэропорта. Павел попал на фронт по мобилизации. Остался на контракт до победы. Оно тебе требует, говорю мам, требует, потому что я пришел заради сына своего, мамы, брата, его дочек, захищать свою Украину, родную землю. Пока на позициях тихо, ребята стараются надежно окопаться. В долгосрочное перемирие не верят. Укрепляться и маскироваться нашим военным активно помогает всей Украиной. Этот бус с маскировочной сеткой и мешками для бойниц сегодня в Авдеевку приехал из Черкасс. Вячеслав подвозит помощь нашим солдатам каждую неделю. Говорит, чтобы обеспечить ребят всем необходимым, в тылу приходится работать круглосуточно. Но похоже, что режим тишины на фронте и сегодня оказался фикцией. Ближе к вечеру наемники снова начали обстрелы украинских позиций. Среди бойцов уже один раненый. Канада слышна даже в центре Авдеевки. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Владимир Малахов. Подробности телеканал Интер.